Ребят, рекомендую сайт Games Gallery, на котором вы можете поиграть бесплатно в крутые игры. Играйте в клиентские игры с отличной графикой, браузерные игры, которые не нужно скачивать, или же играйте на своем смартфоне. На сайте нет рекламы, легко разобраться. Ссылки в описании под видео, заходите. Всем привет, друзья, с вами Макс, это канал Bizarre World. И сегодня у нас продолжение карт. Да-да, все, кто любит карты, это продолжение. Но оно будет весьма необычное. Это будут не просто карты, которые будут по экрану переключаться. А вы еще на экране увидите мой фейс. Да-да, увидишь меня. Ну не знаю, давайте попробуем такой формат. Если вам понравится, то после просмотра видео обязательно напишите в комментариях, понравился ли вам такого плана формат. И, соответственно, если вам понравилось, то я продолжу карты делать именно в таком формате. Ну и давайте, наконец-то, начинаем карты. Первую карту нам прислала Мария. Большое тебе, Мария, спасибо. Кстати, сегодня весь выпуск будет состоять из карт, которые прислали мне вы. Да-да, именно ты прислал карты эти. А если еще не прислал, то обязательно зайди в группу, нашу группу, наш бункерочек такой. И там оставь мне в личном сообщении или в сообщении группы. В общем, вот сейчас смотришь ты вот видео вот это. Да-да, вот в этом видео посмотри. Нажимаешь отправить сообщение и туда отправляешь какую-нибудь карту. Только старайся найти карту какую-нибудь интересную. В общем, первую карту нам прислала Мария. Мария, большое тебе за это спасибо. Карта у нас, соответственно, вот какая. Это мир глазами русского путешественника. Ну, то есть, как видит мир среднестатистический русский путешественник. Ну, или путешественник из России. В синим отмечены места, где все улыбаются. Да. Эти места, ну и Соединенные Штаты, Европа, Канада, как мы видим, Австралия. Соответственно, и в этих странах люди все улыбаются. Ну, ходят такие улыбчивые, счастливые. В красном отмечены страны, дешевые страны. Ну, соответственно, туда дешево поехать, отдыхать. И там тоже все улыбаются. Ну, что странно. Сами же русские отмечают Россию и приплюсовали сюда еще и Казахстан. Оказывается, здесь никто не улыбается. Ну, вот так вот получается. Хотя, не знаю, я вижу людей с улыбками на улицах часто. Скорее, это какой-то стереотип. Ну, да ладно. Давайте дальше. Следующую карту нам прислал Илья. Илья, спасибо за карту. Это карта популярных марок автомобилей. Но только уже не в России, а в странах Европы. Как мы видим, в Италии, например, популярен Fiat. Что неудивительно, правда? А в Украине, например, BMW. Ну, ах вы любители бумера. Белорусы ездят на Вольцвагенах. Ну, молодцы. Соответственно, французы на Рено. Но, что самое интересное, это исландцы. Посмотрите, они вот далеко-далеко расположены. И они ездят на Toyota. А Toyota, как мы знаем, ну, если я не ошибаюсь, это японская марка автомобилей. А значит, японцы на своих лодочках прислали Toyota в Исландию прибыли. Привезли их, так сказать, туда. Ну, вот такая вот карта. Давайте следующую. Следующую карту, а точнее не карту, а целых две карты, нам прислал Арсений. Арсений, большое тебе спасибо. В общем, первая карта, это карта ядерных держав. Красным отмечены страны. Ну, так сказать, кружок любителей ядерного оружия. Это Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, как мы видим, Россия, Китай, Пакистан. И наш дружок любимый, Ким Ким. А, вот он и Ким. Привет, Ким. Еще есть страны, которые не являются, как бы, в этом кружке, но у них есть оружие. Такие, знаешь, такие, замашки такие вот у них. Они не хотят со всеми быть, но ядерное оружие припасено на всякий случай. Это вот как раз Индия туда. То есть они ни туда, ни сюда, но ядерное оружие у них есть. И, соответственно, желтеньким отмечены страны, которые, по оценкам, ближайшие 10 лет себе все-таки замутят какое-нибудь ядерное оружие. Это Канада, Бразилия, Египет, Израиль, Иран, Япония, кстати. Вот так вот. Давайте следующую карту. А следующая карта – это политическая карта мира глазами среднего американца. Ну, Америка номер ван. Это понятно. Ну, всем понятно. Южная Америка – это такое, знаете, место, откуда привозят кофе. Ну, да. В Гренландии там где-то Санта-Клаус обитает. В Австралии там одни кенгуру. Ну, а, конечно же, в Евразии, в азиатских странах – это все коммунисты. Коммунисты там одни, да. Ну, Европа, соответственно, кореша свои. Ну, вот как-то так. Вот такая карта. Вот так вот ее видят. Видят ли или не видят, я, правда, не знаю точно. Но как бы получается вот так вот. Давайте следующую карту. Ну, и, соответственно, давайте до кучи уже карту прислал подобную Полина. Уже более детализированную. Полина, спасибо за карту большое тебе. Это как Европу уже видят американцы. У них, соответственно, Россия, Беларусь, Украина – это все коммуняки. Коммуняки, да, коммуняки. Потом у них, почему-то Испания, у них это Мексика. Ну, Великобритания – это мама. Ну, понятно. Италия, крестные отцы и так далее. Ну, вот, сами все видите. Давайте дальше. Следующая довольно-таки странную карту нам прислал Денис. Денис, большое тебе спасибо за карту. Это карта разных цветов волос в странах мира. Да-да, не удивляйтесь. Оказывается, страны можно еще и поделить по цветам волосам. Я же заговорился. Ну, как мы видим, вот, в Гренландии одни блондины живут. А в многих странах Африки вообще лысые. Да. Я ничего не хочу этим сказать. Ну, вот так вот. Такая статистика. Азиатские страны, соответственно, все темноволосые. В России русы. В Америке и в Канаде тоже, соответственно, темноволосые все. Ну, скандинавы светлые, но это понятно. Викинги, все дела. Вот такая вот интересная карта. Давайте следующую. А эту карту нам прислал Виктор. Виктор, большое тебе спасибо. Это странная карта, видимо, карта плоской земли. Вот такая вот карта, посмотрите. Ну, если взять землю, да, вот так вот ее сплющить. Вот так вот берешь, так вот так вот. Чпок. И получается вот такая вот тарелка. Вот эта тарелка, это наша земля. Типа как? Ну, конечно, если вы придерживаетесь теории плоской земли, то не надо ставить сразу дизлайк. Потому что я как бы нейтрально отношусь к этим всем делам. Если вы думаете, что плоская земля, ну пусть она плоская. Я вообще считаю, что земля картофельновидная. И ее основатель, батька Лукашенко. Ну да ладно. Ну да ладно. Давай дальше. Следующую карту нам прислал Сахаян. Не знаю, чувак, правильно ли сказал твой ник. Ну, это карта от мапперов. Country Balls вроде это называется. Карта так называемая. Где все страны представляют из себя вот такие вот шарики. Вот такие. Колобочки с глазами. Вот если... В общем, эта карта как бы выглядел мир, получается, если бы все страны были Country Balls'ами. Такими шариками. Вот такая вот довольно-таки странная карта. Да? Россия, соответственно, самый толстый шарик. Давайте дальше. А следующую карту нам прислал Илья. Илья, большое спасибо за карту. Это довольно-таки познавательная карта. Это карта мира по Торнадо. Ну, как сказать. В каких областях мира Торнадо больше всего бушует. Сильные ветра и так далее. Вот как мы видим в Соединенных Штатах практически везде Торнадо в Буянин. Бывает, кстати, и в Австралии, что интересно, да? В восточной части Индии, Китая, Японии бывает Торнадо. В Аргентине бывает Торнадо. В Южной Африке. В Европе тоже. Ну, и, соответственно, даже в европейской части России тоже, смотрю, Торнадо буянит. Ну, и это не шутки, на самом деле. Оказывается, по Липецку прям проходил, представляете, настоящий Торнадо. Даже есть записи. Я не знаю, если я это найду, то я вам, наверное, сейчас покажу это фото. Прям, знаете, рассказывали, прям балконы срезало. Представляете? Просто Торнадо шел в балкон и срезал, как ножовкой. Вот так вот. Поэтому не смейтесь, когда говорят, что, ой, у нас нет Торнадо. У нас есть Торнадо. Но они у нас очень-очень редко. В отличие от Соединенных Штатов, где... Где они, бедолаги, там у них Торнадо постоянно все сносит, целые города. Они мучаются с этими Торнадо, блин, дурацкими. Ну, да ладно. Давайте дальше. Ну, и я вам еще припас. Напоследок карту-загадку, что ли. Ее прислал, кстати, сейчас посмотрю, Степан. Степан прислал. Большое спасибо, Степ. Карта, политическая карта. Июль, 2100 год. То есть, какая-то карта будущего очередная, непонятная. Но достаточно правдоподобная. Ну, в плане того, что, знаете, не то, что, правдоподобно, события на этой карте, а, правдоподобно, сама карта выглядит достаточно. Ну, если честно, ребята, она, ну, странноватая, да? Посмотрите, получается, Беларусь в составе России, правильно? Как-то Украина вытянулась, или, мне кажется, как-то она вот такая, знаете, вот такая вся вот перетянутая и растянутая. Странная очень. Италия, кстати, обратите внимание, Северная Италия, Южная Италия. Испания, например, поделена тоже, смотрите, Испания и Каталония. Появилась страна Каталония. Интересно. Что еще из интересного? Какой-то Манджистан появился, смотрите. В Каспии. В Каспии появился Манджистан. Видите? Вот такая вот карта непонятная. Ну, больше я ничего такого не вижу. Кстати, если вы что-нибудь необычное на этой карте увидите, да и вообще, что это за карта, напишите обязательно в комментариях, что за карта вообще это такая. Вот так вот. И что интересно, Африка, смотрите, Северная Африканская Исламская Федерация. О как! То есть тут тоже много чего интересного. Ну, вот такая вот необычная карта. В общем, ребят, спасибо за просмотр. Думаю, видео не сильно большое растянулось. Если вам понравился такой формат, не забудьте поставить лайкосик, написать комментарий. И обязательно в комментарии напишите, что это за странная такая карта. Я не понимаю. Ну, все, ребят. Большое спасибо всем, кто прислал. Ребята, девчата, все, кто карты прислали, большое вам спасибо. На этом все. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»